Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 11. Вопрос. 2420. Неужели до самой гибели Российской империи так никому в голову не пришла такая простая мысль, что народ должен понимать смысл богослужений? Хотя какие-то книжки были для народа, чтобы люди могли хотя бы дома со словарем понять, что им поют в церкви. Если такие переводы были, то почему же их не применили на практике? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодня мнимо верующие приверженцы церковно-славянского языка долдонят, что нельзя точно перевести на русский язык то, что на таком певучем и таком божественном языке звучит в храмах. Но это есть стопроцентная и дикая ложь. Уже задолго до обновленцев, прозвищем которых сегодня клеймят любой просвет во тьме невежества православного, уже были переводы богослужений. Цитата. Протоиерей магистр Петр Лебедев одобрено Министерством народного просвещения как, цитата, «Наиболее целесообразное изложение учения и богослужений для гимназий и прогимназий». Издание 7. Санкт-Петербург. Синодальная типография 1898 года. Перепечатана по благословению Преосвященного Лавра архиепископа Сиракускского и Троицкого. Типография преподобного Иова Почаевского. Свято-Троицкий монастырь. Джордан Виль, 1990 год. 176 страниц. Предисловие. Православное богослужение чрезвычайно благотворно может влиять на душу христианина благолепием храма, знаменательностью обрядов и особенно назидательностью чтений и песнопений. Но тогда как достаточно простого взгляда, чтобы восхищаться благолепием храма, довольно малой христианской проницательности, чтобы сквозь покров обрядов видеть важнейшие события из истории нашего спасения и поучаться воспоминаниям их, недостаточно самого напряженного внимания даже образованного человека, чтобы понять вполне важнейшие чтения и песни нашего богослужения. Нужно непременно перечитать их несколько раз, вдуматься в расположение слов, нередко справиться с первоначальным их греческим текстом, тогда только скажется уму весь высокий смысл их и почувствуется душою вся назидательность их. Чтобы облегчить труд ознакомления с важнейшими чтениями и песнями нашего богослужения, мы напечатали избранные из них на славянском языке с русским переводом и объяснениями, собранные нами цветы из сада церковного, да привлекут, да расположат их к частому посещению самого сада церковного, святого храма Божия, чтобы созерцанием красоты и вкушением благ этого земного рая Божия воспитать себя для вечного созерцания красоты и вкушения благ Царства Небесного. Конец цитаты. Это предисловие есть лишь пустой звук мечтаний плотского ума, который колобродит в пустоте созерцания о неизбывшемся за тысячелетия. Совершенно невозможно, чтобы неграмотные люди сидели с оригиналом греческим или глаза на три предварительно читали прокимны и кондаки, а потом бы вылавливали их в храме. Ах, вот это я читал, ах, вот это, вот оно, что звучит. Ах, наконец-то уловил, наконец-то ухватил. Да для чего же эти ребусы и шарады устраивать для приходящих в храм? Евангелие от Луки 11.52 Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. С естественной тьмой намного легче бороться с чем с поповскими закорючками, чем с мраком непонятного церковно-славянского языка. Псалом 104.28 Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. 1 Коринфянам 14.11.19 Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.